Лука, 7 глава, 7 стих об этом. В одном слове Христа больше силы, чем во всех скорых помощях, медицинской помощи. Во всех народных целителях, во всех геогностических центрах больше. Он дал жизнь и Он дает здоровье. Давайте посмотрим, что дает Слово Божие. Слово Божие сошло на землю. И слова Христа, о котором говорил, это было Словом, после запечатленным Духом Святым через апостолов на бумаге, перепечатанное, переведенное на русский язык. Попытка исследовать Слово, где оно встречается, невозможна. Почему? Потому что Слово в Библии встречается 2271 раз. Я должен столько мест прочитать, чтобы охватить все, о чем говорит Слово Божие. Запечатленное в Библии. О чем мы не знаем, про то и не говорим. Только в Новом Завете Слово, вот из пяти букв, встречается 318 раз. И 318 раз оно может встретиться нам на дню, где мы его можем применить. Почему мы живем бедно, такие неурядицы, сомнения, смущения, болезни от того, что Слово не действенно. Я говорил неоднократно, что Довит писал псалмы в разной обстановке. Когда был царем, когда был маленьким, этим пастушком еще, когда находился в гонении. И вот он однажды написал, после грехопадения, будучи царем. Грех уловил его, когда он достиг вершины. Был самоперцем, царем, признанным владыкой. Враги раболепствуют передо мной, вижу прах ног моих. Ласкательствуют передо мной. И не устоял, пал с крыши, увидев женщину, купающуюся. И он поревновал о правде. Не скрыл грех, не надо было вылавливать его. А он сам пришел к Богу. Хотя его уловил здесь нахват. Но он был готов к тому, чтобы открыть. Он бы сразу ликвидировал, попробуй обречить Сталина. Или другого. Кто-то сказал бы, что ты тиран. Что бы было? Он никогда бы уже не вышел. А он написал 50-й псалом. Самая считаемая, популярная, супер-книга в мире – это Библия. Переведенная более чем на 2050 языков. Последующая за ней книга, как говорит статистика, переведена примерно на 118. Заметьте, какой разрыв. Все остальные полки пустые. Но считается не вся Библия каждый день. А больше считает люди Новый Завет. А больше всего считает Псалтырь. А Псалтырь больше всего читает 50-й псалом. Каждое утро и он стоит. Начинает 50-й псалом. Богослужение начинает 50-й псалом. Это самое считаемое в Библии место и самое нужное для нас. Так определились святые отцы. Я скажу, что в католике, в подавляющем большинстве, а это более 700 миллионов, Аугут, когда считает этот псалом. Вот сколько там заложил информации падший царь, падший псалмопевец, падший пророк Давид. Аугут православные. Все. За малым-малым исключением, Новый Обряд, Беспокол, Старый Обряд. А это почему? Научу беззаконных путям твоим и нечестивым к тебе обратятся. Ты подойди к своей матери, скажи, мама, ты считала это слово? Закажи, скажи, где я считаю. Ну а каких беззаконных ты научила? Покажи. И результат будет тот, что и они обратятся. Не просто подошел вот туда, ты еретик, у тебя не так пальцы прижаты, переходи к нам. Это старобрядческая главная проповедь. Ты еретик, переходи к нам. Все на этом закончилось. Научу. Научу-то закону Божию, Библию. А что ты научишь, когда не знаешь? Эти слова обличительные досперти. И каждый раз, когда человек, который не учит других, и не стремится, чтобы они обратились, он лжет. Ни одно место в Библии так не обличает людей во лжи, как это. Научу-то законность. Научу. Постарайтесь, чтобы это место не высветилось на суде Божьем кровавыми словами. Ты молчал. И человек пал. И его кровь я обжищу с тебя. Защу с тебя. Иезекииля 3.18.20. Ты молчал. Почему? А как я буду говорить, если я сам такой? Я слышу. Знаю, какие ответы дают. Я говорю, ну ты видишь, человек пьянский. Почему? Он сказал, да я сам выпиваю. Друзья, братья, пьедут, у меня брашка стоит. Уничтожьте все. Не оставляйте ни одного грамма алкоголя. Нигде и никак. А я для здоровья, или у меня что-то болит. Бог даст такие болезни, от которых не избавишься. Не успеешь вырезать эти болезни. Отстаньте от этого. Научу беззаконных путям твоим. Мало того, еще придумали. А для чего ты пьешь? А чтобы никто не сказал, что я сектант. Потому что сектанты не пьют, а я пью, я доказываю, что я православный. Вот еще какие доводы-то бывают. А кектанты говорят, я научу беззаконных путям твоих. А они научить не могут, они пути эти не знают. Они тоже лгут. Они знают сектантский путь, ведущий в ад, в погибель. И мне говорят, да тогда у нас за что вообще держаться, если все не так только одно, что у нас рукоположение, что у нас священство, а остальное это все гнилое, все неверно. Да, это действительно так. У нас не за что держаться. Но это церковь. И трудясь здесь в церкви, я делаю все для спасения. Трудясь в церкви, я все буду делать для погибели. Если, конечно, не надумал оттуда уходить. У нас были, кто открывал, кому Бог открывал истину, и они в один день хотели перейти, мы говорили, трудись пока там. Трудись. И от тебя пока слышат, и некоторые люди приходили, пока они там были. Научу беззаконных путям твоих. Пойми, что такое беззаконие, как научить, как привести. И поэтому слово может оздоровить нацию и страну, и Россию. Премудрец Соломона 16, 12. Не трава и не пластырь врачевали их, но твое, Господи, все исцеляющее слово. И надо достаточно человеку только сказать слово. Получил он прощение. Лежал в великой печали. Ибо слово, все равно, говорит, это тоже доброе даяние. Утешь его. Скажи ему. Сегодня говорят. Где считаются молитвы? Пробовали на зерне. Схожесть лучше. Водан, от которой священник считал молитвы, облегчает страдания в больницах. Делали опыт в онкологических больницах. Легче переносится страдание и намного больше процентов, когда болезнь полностью уходит. И пишет, притом не кто-то, а врач, заслуженный доктор медицинских наук. То есть это опыты не на одном человеке, а на десятках тысяч прошли. Все исцеляющее слово. Не пластырь дает. Не уколы. Хотя это все надо. Но все должно быть с молитвой. А мы бы, если тебе не помогли, мне врачи говорили. Мы не помогли бы дальше, как Бог решил. А ведь мы молились, чтобы Бог дал мудрости вам, умения вашим рукам, чтобы рука не задрожала. Мне Бог давал перетерпеть несколько операций. Но я не ложился на операционный стол, пока всем врачам не засвидеть их стола боги. Надо в городу убрать. Сейчас вставляют аппарат, наркоз идет внутри, чтобы дыхание было. Волосы мешают. Я не могу без этого. Ну ладно, мы что-то сделаем. Они тут быстро решают. Привезли ложиться, уже разделят. Мне нужно помолиться. Я встал на колени. Это мне рассказывает доктор, еврей. Теперь вспоминает. А его помощница говорит. Сколько же можно ждать? Он говорит, спокойно. Это помощь нашей операции. Я закончил. Он говорит, все, все, ну теперь ложитесь. Вот так делает настоящий врач. И по-другому не ложитесь на операционный стол. И дома какие болячки. Сотвори молитву, найди свой грех и выпей святой воды. Главное это не злите. Это главное. Более 90% говорят на нервной почве. Ну то есть от зла. Зла не хватает. Вот так его. Утонули возле, да еще и зла не хватает. Поэтому и болезни не хватает. В Новом Зависе я сказал 318 раз. Я не знаю, почему столько раз. Я подумал, а где 318? 318 раз. 318 святых отцов собрались на Первый Вселенский Собор. Может, никакой связи нет. А может быть, есть. Они утвердили там учение о Святой Троице. О вере в Слово. Что Слово, Логос. Равен Отцу Небесному. Может быть, здесь тоже что-то есть. Потому что исследования показали, что в Библии все на семерку. И слова, и буквы все делятся. И, видимо, это какая-то связь. Я только сегодня это заметил. 318. Цифра-то такая непонятная. Вы не думаете, что просто так? 150 салмов. И только один салом, салом проклятия. 108. Проклятие на детей, на жену, на место, где живет. И вдруг я узнаю у буддистов, у них тоже четко считается 108 бусинок. Не 110, не 100, а выше 100, там 50. Даты какие-то, юбилейные, все под даты, под кругом. 108. В этом что-то есть. Там проклятие, там бесовщина. Значит, они не знают того, и они именно на 10-8 бусинках остановились. А мы не знаем, и читая статей, должны понимать, бесовская сила действует всюду. Евангелие от Матвея. Посмотрим несколько мест Тисания, где говорится о Слове Божием, о его всестороннем охвате. Матвея 4.4. То есть перспектива не в том, потеряете, что у вас будет много хозяйства, хотя некоторые у нас показали. У одного двадцать рогатого скота, другой другу в этом доме жил, показал, что сто свиней может держать, настроил. А другой живет, готов, стельных телок режет в этом же доме. Значит, но ты не показал ни ревности, ни в чем, но человек живет не этим. Хотя и то может потерять и держать, и разводить. Но всяким Словом, исходящим из уст Божиих, вот этого не добавляют. То есть всему, что написано в Библии. Значит, действие Слова Божием, оно обогащает. И не только то, что дает тебе Бог от земли, от хозяйства, но главное Слово Божие. Вот для чего потеряешься, существует. 4.4, Матфея, читайте, и вы поймете, лучшего места вам уже никогда не найти, где бы вы ни были. Вы благащие сделаете все, но то Слово Божие, исходящее из уст Божиих, оно у вас будет лежать в мертвом грузе. Послание Кевлея, 5 глава, 13. Всякий питаемый молоком не сведуешь в слове правды. Потому что нужна слезная пища. Не сведуешь в слове правды. Вот что значит Слово. Надо все время совершенствоваться. И исцелять. И скажи Слово, и раб исцелеет. Начинай Слово Божие считать, и у тебя знание будет пребывать. Откуда у вас знание? Все время спрашивают. Вы что, кончали? Я убеждаю, я ничего не кончал. Я ни одного класса в семинаре не учился. Единственное, что я держал Библию. Ну, там, строительный техникум, это не счет. Люди же не это спрашивают. Нет, вы что-то кончали. Повторяю, я кончал только одно. Сидел у ног Христа. И слушал очень внимательно. Я провел у ног Христа десятки тысяч часов. 1 Тимофея, 5 глава. Что дает Слово Божие? Если Словом Божиим человек занимается, он не будет голодным. Достойно начальствующих, пресвятеров. Должно им оказывать внимание. Кормить. И особенно тем, которые трудятся в слове учения. Вот как определить? Кому больше дать? А тем, которые проповедуют. А раз проповедуют, больше даже тебя достаток будет больше семи. И все это от Слова. Скажи только Слово, и ты исцелиешься от бедноты. Лукас, 20 глава, 25 стих. И вот подослали к нему людей, которые, лукавые люди, притворились благочестивыми. Чтобы уловить его в слове и принять властям. То есть говорить Слово очень опасно. Я знаю, у нас занятия идут в лагере. Некоторые приходили, и может даже и сейчас приходят, только для одного, уловить меня в слове, и найти, где я про них что-то говорю. А не для того, чтобы пополнить духовный запас. И даже не дая до дома спрашивали, а у вас это в записи есть, а вы можете мне дать? Я говорю, зачем? Да в Сенот послать в Нью-Йорк, чтобы мне голову отрубили. И вот это все надо испытать. Специально люди приходили ко Христу, написано лукавые, и притворились благочестивыми. Притворились благочестивыми. Они могли быть священниками, они могли быть мирянами, но ведь делали такое, с бородой, все как надо. Но уловить в слове. Значит, Слово все-таки подвергает человеку опасности. И Лука, 20-26. Но не могли уловить его в слове и в учении. Отсюда еще делаем вывод. Надо самому проповеднику быть исцеленным и от грехов, и от ложных понятий, чтобы не могли уловить. Они ничего не могут сказать. Повторяю, что все наши книги, выставленные в интернете, это 23 книги, это очень большой сайт, страница. И вошло туда более 30 тысяч человек, которые книги себе копируют, называется «Скачивают». И ни одного возражения нету. Только видно, что Испания, Англия, я говорю только... Ну, по всему миру люди эти книги имеют и берут, и нигде нет возражения. Ропот есть. Недовольные есть. А возражения нет. Ну, покажи, какое место, страница, где ты с чем не согласен. Один, правда, указал. Указал только на проповедь одну. Стали смотреть, пересчитали, ничего нет. А он замолк и больше не стал говорить. Я сказал, что нельзя ставить кого-либо выше Христа. И нельзя Писание принижать перед предальницей. Пересчитал несколько раз, ничего не нашел. И снова возблагодарил Бога. Втором Послании Корейстов, 6 глава, 7. Мы должны всегда быть вооружены Библией, быть в слове истины, с оружием правды в правой и левой руке. Я не нашел толкования, как это в правой и левой. Я нашел, что свиток разворачивали двумя руками, а одну его не развернешь. И Библия в одной руке может держать ее, но раскрытая двумя руками. Она должна быть раскрыта. В левой и в правой. И поэтому ты будешь исцелен. Скажи только слово исцелеешь. Раскрой Библию, считай, и ты будешь исцелен. Послание Корейстов 1, 5. Выстремлен в слове благовествование. То есть слово должно благовествоваться другим. И ты будешь исцелен, и они будут исцелены. Христос сказал, следуй за мной. Следовать за Христом, это не вы туда идти, где он ходил, по Палестине. А здесь, считайте, смотреть, как он делает. Скажи слово, рак выздоровел. Вокруг нас люди больные, курящие, пьяницы, неверующие, погибшие. Вы посмотрите, когда неверующий идет. Его по походке видать. Сейчас в Японии разработали особый метод. Установили компьютерные установки везде. Убийцу находят по походке. Он идет, и у него в походке что-то меняется. Но меняется, мы так и не замечаем. Когда только человек думает совершить что-то, уже меняется. Господь говорит, когда ты делаешь добро, не смотришь и на небо. А чего лицо твое по них лакает? Знаете, уже отобразилось в нем. Он уже видел, что грех лежит на дверей, но ты бодрожный, господствуй над ним. Если дойдут до этого полного определения, милиция сильно облегчится путь поисков. Никто не знал, что у человека разные отпечатки, оказывается, разные ухо. Тембр голоса меняется, когда человек согрешает. Сегодня не надо проводить гинекологическое обследование. Рот раскроет, во рту определяет. По отпечатку человека все меняется. Девушка она или не девушка. Мгновенно определяется. Прибором. А от психики-то какая ломка идет. Потому что слово там неисцеляющее. Когда человек обращается к Богу, он бережет себя. Слово говорит. Если она вышла в доме отца, потеряла детство, предайте ее смерти. Слово сохранило ее, даровало ей жизнь. И крепко этого держали. Если сын, вот и пьяница, ну ворует, тянет из дома. Управа нет, управа есть. Скажите и убейте. Ворот города он должен умереть в этот же день. Слово ощущает общество. Вот что мы нашли. Скажи слово, и по слову поступай президент в стране, и этих оборотней милиции, оборотней судеб уже не будет. Я повторял, может быть вы это не слышали, твердо настаиваю на том, что не должны быть судьи в стране неверующих. Пусть он будет католик, баптист, мусульманин, буддист, но тот, который ждет суда Божия. Тогда этот судья будет судить, боясь Бога. А сегодня только ради взятки. 1 Тимофея 4.12. Слово Божие заставляет нас быть образцом для верности в слове. Ну как можно быть образцом в слове, если ты его не считаешь? Матфея 5.37. Да будет слово ваше? Да, да, нет, нет. Опять же слово. Если мы считаем это место, то мы никогда не будем клясться, не говорить ей, Богу. А просто да, так было. Закон не поверит. Закон, говорит, будешь сто раз клясться, он тебе не поверит. Главное, ты никогда не лги. Я наказываю его. Вот кричать не буду больше никогда. Не буду. Зачу? Я говорю, будешь. Уже через полчаса снова ударил. И ударил никого, на сестренку. Я опять наказывать его завел и говорю, я тебе говорил, что ты будешь, я тебе не поверил. Кто прав, он говорит, ты прав. Ты говорил, не буду больше. Ты лжешь, потому что покаяния не принес. Страха Божия нет. Бог отшибет тебе руки этим. Они не нужны, потому что приносят великое зло всем. В Луке 8, 11. Как проверить Слово Божие? На чем? Слово Божие есть семя. Где семя? Встречается, сеете семечко, помидоры сажаете. И скажи, так, Слово Божие, если его не посадить, прибыли никакой не будет. Если я услышал Слово Божие, никому не дам, прибыли не будет. Вот у нас в Барнауле как-то закончено богослужение, мы целый час поем песнопения разучить, они большинство бактийские, ветеранские песнопения, но не противоречат нигде писаниям. После этого занятия идут полтора часа, и тогда собираются люди, разбиваются на группы, идут по домам, по квартирам и свидетельствуют. Ни разу не возвратились, чтобы рассказать что-то новое. И все очень удивляются и спрашивают, а где вы раньше были? Ходят всякие секторсы, а почему вы никогда не приходили? Да где вы столько лет были? Значит, надо идти сеять семя. Семя – это слово. Но там, где семя, там будет и похищение его. Лука 8, 21. Ты говоришь, я одинокий, у меня никого нет. Я тебе родню сегодня же предложу, так и прими, пожалуйста, ее. Господь говорит так. Тот мне, матери, братья – это суть слушающая Слово Бога, исполняющая его. Ты можешь матерью быть для Христа, ты можешь быть братом и называть брат мой Иисус, согласно этого слова. Не просто Господи помилуй, а сказать, брат мой Иисус, он меня признал за то, что я слушаю и исполняю. Здесь я ничего не искажаю. Так написано. И слово это, скажи, оно исцелит тебя от чего? От одиночества. Ты говоришь, я старый и больной. Считай Слово Божие, исполняй. И около тебя на ложе твоем будет всеисцеляющее Слово, шедшее с неба. Евангелисия, Иоанн 17, 14. Я передал ему Слово Твое, нам он передал, мы должны принять его. Деяние 4, 4. Я не мог узнать, сколько раз встречается в Деяниях Слово. Считал, считал сегодня, компьютер не может помочь, но отдельное Деяние нет у него. Ну и не узнал сколько. Десятки-десятки раз, везде Слово от Слово. Слово непрерывно варьируется в разных падежах. И сказать-то непросто, надо все падежи закладывать. Во множественном, в единственном числе, во всех родах. Говорит, многие из слушателей Слово, и слышавших, уверовали. Деяние 4, 4. И отсюда вывод, что Слово, если не слушали, то и не уверовали. И в России-то практически по-настоящему уверовали, что и не было почти что. Потому что, ну, сходили не Слово Божие слушать, а на службу. Отстояли и ушли. Почитай любого писателя. И найди мне, от кого люди уверовали от Слово. Найди. Не у Лескова, не у Достоевского. Я говорю православных писателей. Не такие, как Толстой. Хотя и он говорит много и много хорошего. Нигде. Ни у Гобольника, что во Слово. Почему Гоболь писал всякую бесовщину, как вечера, на утро и прочее? Да потому что истинного Слова-то не знал. И даже литургии-то он написал, он понапутал, там ее издают, а там путаницы сверхглаз потают. 4.29. Они молились и просили, Господи, возри на угрозу этих мирских властей и со всей смелостью дай нам говорить Слово Твое. То есть Слово Божие дает смелость. Ты крылья не знаешь, что сказать, а вот Тебя образец. Господи, скажи-то только слово, что Ты услышал меня, а я прошу, сделай меня смелым перед всеми. С кем ты знакомы? С теми рами работаешь и скажи, а я в воскресенье был с рами. А вы в храм не ходите, а мы слышали Слово Божие. А ты Библию не считаешь? Предлож книги наши. Он многое там узнает. У нас продают книги. Подходят люди и говорят. И говорят правильно. И наши спрашивают, а как вы это знаете? А я одну книгу купил, у меня все перевернулось. Звонят в других городах. Одна книга в руки попала, человек уже на нужной волне идет. Я нынче выступал, был приглашен на одной конференции в Балтайском государственном университете. И передо мной выступил доктор юридических наук. Он с нашим братом вместе учился, с Севастьяном. В таком возрасте он сколько успел, и писатель при том, и выступать стал настолько правильно. Он мне как бы дорогу приготовил моему выступлению. Я нашел его телефон, ему звонил. Скажите, а как вы могли так говорить? Преподаете университет, доктор юридических наук. Он говорит, а разве я зря читаю 12 томов открытым оком? Вот и все. Весь ответ. Я знать даже не знаю, какую работу ведут книги. Я вас всех прошу, помолитесь, чтобы слово Божие через книги заработало. Это тяжелая артиллерия. Она работает за границей, в интернете. Я жду плодов. Но плоды, думаю, придут после моей смерти, чтобы я не возгордился. И далее. 10.36. Господи, пошли слово спасения России, чтобы она исцелела. Она исчезает, Россия. Деяние 10.44. Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. То есть они слушали и сошел. Я делаю обратный порядок в расслужении. Но если не слушать, Дух Святой как сойдет? И поэтому все эти благословения Дух Святой досойдет и прочее. Они настолько шанские и сомнительные, если нет Слово и не слышали. Согласно Слову Божию. Это момент образования Церкви Христовой в доме Корнилия. Слушали Слово. И Дух Святой сошел без всяких жестов, без крестного знамения. Ничего не было. Он даже не ожидал этого. Мы можем тысячи раз слышать причастие Святого Духа, на вас добудет, и ничего не будет. Если не будем слушать Слово Божие. Как? Так вы же молимся. Кто отклоняет Дух от свое, от слышания Слова Божия, молится того мерзость. Прича Соломона 29.8.9. Мерзость. Быть может, я за две тысячи лет только и занимаюсь по Муси. Слово-то Божие скрыли. Я только один вопрос сказал. Господи, их ведь были же спятые. Да чего же они молчали-то? Да почему же они Слово-то Божие убрали? Как пример. Я обращаюсь ко всем нациям. Католики запретили столько на своем языке нельзя. Надо на латыни. Триста почти лет не принимали перевод Иеронима Средонска. Потом приняли. А язык-то шел вперед. А что он перевел, остался латынский язык-то. Уже в Нью-Йорк он стал. И, наконец, выступил за язык Мартин Лютер. Это левитый человек был. Но он перешагнул грань. Он вышел из церкви. А сегодня католики признают Мартин был прав. И всем народам разрешили богослужение вести на родном языке. Они дальше русских пошли. Дальше православной церкви. А его били. Его вызывали на суд. Как я на гуса могли казнить. Как только немцы получили библию на немецком языке, сразу отпали от католиков. Англия получила на английском языке, сразу отпала. Чести получили на чешском, мгновенно отошли от католиков. Если бы русские получили библию на русском языке в первый-то век, когда для русских это был одиннадцатый, десятый век-то, что бы у нас было? Это царство земное, небесное на земле. Деяние 10, одиннадцатый глава, шестнадцатый стих. И тогда исполнилось слово Господне, когда он говорил, что будете крещённы Духом Святым. Но опять это слово Божие. Деяние 13, 17. Вы знаете, что обратился великий гонитель Савву. А почему он Павлом стал? Ведь не каждый ответил. Савву ходил, Савву крестился, Савву Духом Святым исполнился, Савву. А послание Павла почему не от Савву? Иоанн Павлов говорит, что очевидно, вот в 13 главе, когда он проповедовал слово Сергию Павлу, Сергий Павел был, во имени у него проконсулы, варна моя сила. И этот Сергий Павел пожелал услышать слово Божие, будучи проконсулом. Это очень большой государственный пост министр. И он обратился, и через него, видимо, область обратилась. И Павел решил, возьму его имя на себя. Он увидел благословение в этом имени. А написано, малый. Малый, то есть уменьшил себя перед Богом. И он пожелал услышать слово Божие. Меня приглашали многие начальники услышать слово Божие. Это надо, чтобы они что-то слышали. Это было в разных местах. Я говорю, а вы в церкви были? Я был, мне ничего не понятно. И видно, что человек желанный. Он хочет, но он не знает. И никогда не надо бояться говорить правду. Прямо сказать. Мне приходилось поздравлять мэра, погибшего в Барнауле, очень популярного, вошедшего в десятку лучших мэров России. И он мне сказал, что понанесли подарков в полная комната. Людей сейчас после смерти, а мне прижили, принесли. И он вскоре погиб. А мне, его советник, и говорит. Ну у него там тысячи поздравлений. А я на бумажке написал, что ваша должность вам не поможет, когда вы умрете. Что пользуясь мир, завоюешь, а душе победишь. Он, говорит, пересчитал, вижу, стоит один раз в другую. Ну вот это стандартный, желаем, желаем. И он понимает, что они чего-то ищут от него. А я ничего не ищу. Наоборот, наши добрые отношения я как бы разрушаю. Тебе это немало не поможет. Вы так много имеете. И все это будет зря. Если вам данное слово не будет обречить своих фермеров, сказать им правду. Это все останется. Это вам не нужно будет. Деяние 13-15. Когда Павел пришел на лобу и грейскую, сел, и когда у них богослужение закончилось, служители, поставляя своих помощников, говорят, спросите, есть ли у вас слово сказать. Скажите, у вас в жизни это... Старочка, можете вспомнить или нет? Я могу сказать, что мне Бог позволил это. Я приезжаю в Аптическое собрание, город Тбилиси. В это время пресвитер, по указанию старшего пресвитера, он знал, что я приехал. А у вас слово будет? Есть у меня слово. И я им стал говорить. Я говорил про путь больше сейчас. Я только сел, а там дагестанцы были. Дагестанцы говорят, у нас сейчас на дагестанском языке будет. Мы собрание откроем, и вам отдадим все собрание. Вы можете. И мне пришлось провести три собрания, а вечером молодежные. Я около десяти часов в один день говорил в одном городе, в собрании. Это, конечно, больше тысячи людей было. Это же было в Москве, в центре, как в Баптистской патриархии, Маловодовской 3. Есть ли у вас слово? А если его нет, ты не приготовлен, для более другая обстановка, другие люди, что ты скажешь? Ты нищий. Павел говорит, да, мы нищие, но всех обозначают. Мы неизвестны, но нас узнают. И ты скажи, это все во мне. Это все исцеляющее слово. Господи, скажи слово, чтобы я таким был. Похоже на проконсула Павла, а потом на самого Павла. Я так блуждаюсь в этом. Чтобы домашние желали меня не просто как помощника, я все делаю, пошел на них. А меня нет и слова там нет. Чтобы я им мог сказать слово, и они исцелели. Иаков 1, 21. Отложим всякую чистоту и остаток злобы, кроттость и примем насаждаемое слово. Что мешает принятию слова исцелеть? Исцелеть, он говорит, остаток злобы. Я хочу прямо обратиться к слушателю мою. Проверьте себя, как вы слышите. Если вы с предвзятостью, как от меня человек, как человек куда правил, но я вам предношу слово Божие. Откройте свое сердце и скажи, это Бог мне сегодня говорит. Места писания, которые я считаю. Так толкования не бери, тебе этого уже достаточно будет. Остаток злобы и кроттости. Примите это слово. С кроттости. Не превозносишь. Ну ты же прекрасно знаешь, что у тебя нет времени заниматься. То время, которое я здесь занимался, ведь это не мое только время. Это и ваше время. Вы меня обеспечили всем. Я в доставке живу. Повара готовят. Кто-то дал это питание. Кто-то меня обстирывает. Ведь это не мое только слово, поверьте. В этом труде, который я сейчас даю вам, это вы сами участники. Я ваше возвращаю вам. И радуйтесь в этом. И Господь скажет слово. И скажет, Господи, скажи только слово. И я от этой немоты, от глухоты. И встыли верить. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.